Немец и украинка обнаружили связь между природным заповедником в степях Херсонской области и старым берлинским кладбищем. Это история о том, как в наше время раскрыли тайну могилы зоолога Фридриха Фальцфейна, создавшего заповедник Асканиянова в Украине. Подробнее расскажет Юлия Кричкова. Это старое кладбище 12 апостолов в берлинском районе Щоннеберг. С середины 19 века здесь хоронили почетных жителей города. Среди надгробных памятников выделяется композиция с портретом мужчины и орлами. Надпись на памятнике гласит «Здесь похоронен Фридрих Фальцфейн, основатель Асканиянова». Тайна этой могилы долгое время беспокоила режиссера и по совместительству сотрудника по связям с общественностью этого кладбища Бертрама фон Боксберга. Годами я смотрел на этот надгробный памятник и спрашивал себя, кто этот мужчина, почему он здесь похоронен и что это такое Асканиянова. Как у работника кладбища одна из моих задач – рассказывать о людях, которые здесь погребены. Для меня было важно найти разгадку. В то же время украинка Анна, живущая в Берлине уже 10 лет, отправилась в поселок Асканиянова как эксперт в рамках проекта помощи территориальным громадам Украины. И узнала, что заповедник здесь основал в 19 веке немец Фридрих Фальцфейн. В Асканиинове мне впервые рассказали о ее основателях, о том, кто туда пришел, какие там были немецкие колонисты, что они основали, чего добился Фридрих. И потом оказалось, что я еще живу в Берлине недалеко от Асканской площади. Когда я тогда приехала, для меня это был такой, как будто замкнулся круг. Мне подарили там книгу, которая в конце книги была написана, что он похоронен, тоже где-то в километре от того места, где я живу. И тогда было решено, что я напишу статью для берлинской газеты. Статья в газете стала зацепкой для Бертрама. Мужчина сразу встретился с Анной. Тогда они решили вместе поедут в экспедицию в Украину, чтобы узнать все о Фридрихе, его семье и главном деле его жизни – заповеднике Асканиянова. За пять дней они проехали сотни километров и побывали в местах, связанных с фамилией Фальцфейн. Мы начали в Одессе, через Вену, приземлились в Одессе, провели там день, узнали о Одессе очень много. Там тоже есть дома, построенные Фальцфейнами. И мы решили идти по их стопам, грубо говоря. И после Одессы мы переехали в Николаев, потому что это мой город, мы там остались. И потом каждый день выезжали в Олежке, в Асканьюнову и в Харлей. Это путешествие было бы невозможно без Анны. Я не знаю языка и даже не могу читать эти буквы. Она проделала хорошую работу, проведя нас по всем этим местам. Это было интересное приключение, с одной стороны, чтобы увидеть Асканиюнова и то, что Фальцфейн сделал там. А с другой стороны, узнать настоящую ситуацию в Украине сейчас. После возвращения Бертрама Анна собрали берлинцев и представителей украинской диаспоры города, чтобы рассказать о Фальцфейнах. Эта немецкая семья несколько поколений владела землями в тогдашней Таврической губернии. Это современный юг Украины. Фридрих родился в имении Асканиянова. Его детское увлечение природой стало делом всей жизни. Он создал первый в мире степной заповедник и привез туда животных и растения со всего мира. Для многих посетителей лекции эта история стала открытием. Я подруга Бертрама, и я интересуюсь защитой природы. Но я никогда не слышала об Асканиинова. Было очень интересно услышать об этом. Эта история – настоящее сокровище. Я думала, что такие заповедники родом из Америки, но я не знала, что в то время их создавали и на территории Украины. После прихода к власти большевиков Фридрих бежал в Германию. Здесь он работал зоологом и помогал берлинскому зоопарку. Спустя два года после переезда он неожиданно скончался. Биографы утверждают, Фридрих не смог пережить расставание с Асканиейнова. Его с почестями похоронили на этом кладбище. Теперь загадка его могилы разгадана. Анна и Бертрам договорились о сотрудничестве общины Асканиинова и берлинского района Щеннеберг. А посетители лекции хотят побывать в заповеднике, основанном их соотечественникам. Юлия Крючкова, Антон Куница из Берлина, UATV.